Я сейчас хочу представить две компании. Одна из них компания Symbio. Вы можете ее видеть на нашем пресс-воле. Это компания, которая поддерживает нас уже третий год подряд. И мы очень благодарны компании Symbio за то, что мы получаем невероятную информационную поддержку. И всегда на наших конференциях присутствуют очень интересные спикеры. Два года подряд с нами была Наталья Типсина. Но, к сожалению, в этом году она не смогла приехать, потому что была занята на другом мероприятии. И вместо Натали к нам вызвался приехать гость из Украины для того, чтобы рассказать об эко-птице, эко-производстве, которое набирает сейчас обороты в России. И очень многие фермеры, особенно небольшие и не очень опытные, воспринимают эко-продукт как продукт, который выращивается без медикаментов в принципе. То есть не используется ни вакцинация птицы, ни какие-либо лекарственные препараты, максимум витамины. Это в корне неправильно. Мы получаем очень много жалоб, когда ложится все стадо, причем очень быстро, именно из-за того, что нет необходимой вакцинации. Мы хотим прояснить этот вопрос, чем отличается эко-продукт от продукта, загрязненного медикаментами. И для начала хочу предоставить слово Байгинат Бузаирове, которая третий год нам помогает, в том числе с регистрацией, и вообще оказывает нам всяческую поддержку техническую. Спасибо тебе большое. Всем доброго дня, коллеги. Меня зовут Байгинат. Я представляю компанию Симбио. Наша компания 16 лет на рынке уже ветеринарном. 12 лет я в нем работаю. И 10 лет из них я знаю компанию Эгмарт. Я как бы такая маленькая цепочка и пролисловие. Хотя изначально 8 в вашей компании. Но ничего страшного. У меня, знаете, я привезла такие бухлетики. Они очень, правда, очень тяжелые. И всего лишь их 6 штук. А вот такие флешки есть. Их тоже 30 штук не успели сделать. Здесь вся информация, которая нужна. Я оставлю там, где я сидела на регистрации. Кому будет интересно, можете прийти и забрать. Там будет очень интересная подборка препаратов компании Инноват. Инноват – это та компания, которую уже 6 лет мы завозим. Единственные в России, которые начали завозить защищенные кислоты. Кислоты вместе с формальдегидом. Но уже сколько раз мы это обсуждали и говорили. И есть очень много другой полезной информации. Много времени занимать не буду. У нас там человек на связи. К сожалению, просто реально большому сожалению, он не смог по метеоусловиям приехать к нам. Он 12 часов просидел в аэропорту. Я ему говорю, что уже смысла нет. Возвращайтесь обратно. Так что будут какие-то вопросы, меня найти очень легко. Есть контакты всего Мурада. И есть там визитки. Будут вопросы, пишите, звоните. Пожалуйста. И вот вы знаете, я говорила уже в самом начале, что эта конференция, она необычная, потому что здесь воплотилось много всего, чего мы когда-то задумывали, но оно как-то не успевали, не доделывали и решали отказаться в последний момент. И вот одна из этих идей была трансляция по скайпу, соединение с партнерами в Европе, которые не могут приехать к нам сюда. И вот случилось это, то есть по независимым от нас условиям, случилось это событие. И сейчас у нас по скайпу Виталий соединен. Мне нужно подойти к нему, чтобы он меня услышал, вернее к ноутбуку. Итак, Виталий, добрый день. Добрый день. Мы вас слышим и даже немножечко видим. Может быть, вы нам покажетесь в полный экран сначала, чтобы мы вас увидели. Сейчас, секундочку. Так, давайте мы так делаем образом. Так, видно? Добрый вечер, да. Очень рады вас видеть. Добрый вечер, да. У вас вечер уже, у нас еще день. Очень рад, что, несмотря на все непогоды, у нас все же получается с вами увидеться, встретиться. Спасибо всем технологиям. Спасибо вам, что вы собрались и дожили до вечера. Я думаю, знаю, как происходят все эти собрания. На вечер уже голова большая. Но я постараюсь вас особо не мучить. Представлюсь немножечко. Меня зовут Виталий. Я сотрудник компании Holding Center Единства. Наша фирма немножечко связана с яйцом. Второе место в производстве яйца в Украине. И я хотел бы поделиться сегодня с вами своими наработками касательно применения продуктов компании InnoVat на нашем рынке и поделиться опытом, достижениями по снижению применения антибиотиков с помощью данных продуктов. После чего вы сможете задать ваши вопросы, и мы будем уже непосредственно их разбирать. Так, и начнем. Значит, компания InnoVat имеет ряд продуктов, о которых сегодня поговорим. Но самое важное то, что компания занимается вплотную продуктами, которые могут заменить применение антибиотиков. Это в связи с последними тенденциями мировыми по резистентности к антибиотикам разных бактерий и так далее. Но чтобы было понятно, для чего это сделано, разберем. Значит, все мы понимаем, что рано или поздно животные либо птица потребляют тот либо иной какой-то антибиотик, даже с профилактической точки зрения. После контакта антибиотика с бактерией, то есть если мы возьмем какую-то бактерию и на нее будет произведено действие антибиотика, то любой антибиотик убивает бактерии процентов на 90-95. И в любом случае, не знаю, как у вас отображается, желтеньким либо зелененьким, это та бактерия, которая выжила после воздействия антибиотика на бактерию. Эта же бактерия дает себе подобных колонию, которые уже имеют гены резистентности к данному антибиотику. Эти бактерии мы разносим везде и в конечном итоге мы же их и потребляем. По статистике, за прошлый год полтора биллиона долларов было потрачено на подбор антибиотиков от того, что люди болеют и не могут подобрать антибиотик, который необходим для той либо иной бактерии. Также было подсчитано, что если так все пойдет и дальше, то в 2050 году уже каждые три секунды будут играть. Это то, что бактерии не действуют. После этого коровое сообщество начинает патолайки и пикать. Надо что-то делать, надо что-то задать. Да. Хорошо. И, следовательно, сказали, что необходимо снижать применение антибиотиков в животноводстве, дабы не растить этих бактерий, которыми болеют и люди тоже. Если мы возьмем статистику, здесь я немножечко увеличил, данным слайдом хотел поделиться. То есть мы видим слева от вас, это год, когда был придуман антибиотик. С правой стороны, это год, когда к этому антибиотику была выработана первая резистентность. И тем ближе к нашему следующему дню, мы видим, тем быстрее вырабатывается резистентность. То есть бактерии становятся все более-более умными и более приспособленными. И быстрее вырабатывают резистентность. И по иному они будут даже нового поколения. Ну, как уже сказали, с учетом того, что все страны начинают на сегодняшний день запрещать применение профилактических и лечебных антибиотиков, сокращают их количество, их классы, разрешенные для применения. Все больше и больше интереса возникает к альтернативным продуктам, таких как истоты в первую очередь, а также разные фипобиологи. Но дело в том, что раньше все работы, которые предлагают подобные продукты, основывались только на опытах пробирки, лабораторных условиях. Сегодня же попробуем разобраться, как это происходит непосредственно внутри самого организма. Ну, к примеру. Хорошо, хорошо. Сегодня хотелось бы рассмотреть первое. Это клостридия, которая всем нам известна. И внутри организма она себя ведет немножечко по-другому. То есть ее принцип жизни в организме идет по пути к ворум-сенсинг, так называемая. Это в переводе чувство насыщенности, чувство достаточно. То есть если мы возьмем, разберем схематически, не будем вникать в эти глубокие материи, то внутри организма, внутри кишечника эти грамм-позитивные, так сказать, палочки, когда расщепляют клетчатку с комбикорма, они продуктом своей жизнедеятельности вырабатывают масляную кислоту. Следовательно, чем больше будет бактерий данного класса, тем больше смогут расщепить клетчатки. Соответственно, больше будут выделять масляной кислоты. И накапливаясь эта масляная кислота, дойдя до определенной концентрации вокруг своего обитания, эта кислота начнет перераздражать рецепторы на поверхности самой бактерии, и это все приведет к блокировке деления ДНК. Таким образом, бактерия просто перестает размножаться, перестает делиться. Этот принцип основан простым языком, как чаши весов. То есть на одной чаше у нас количество бактерий, на другой чаше весов количество продуктов жизнедеятельности этой бактерии. И когда у нас количество выделенной кислоты доходит до определенного уровня, эта же кислота блокирует дальнейшее деление этих бактерий. Под такому принципу живут и существуют, в принципе, все бактерии, которые находятся внутри организма. Если этого не было, то в нормальном организме, здоровом, бактерии поделились хаотично и бесконтрольно. Вот. Теперь касательно эшрихи-коли и сальмонеллы. Я их всегда введу в ногу. Две бактерии, грамм негативные, очень похожие друг на друга. Вот. И действия разных кислот. Соответственно, мы все знаем, что есть там кислоты короткой, средней, длинной цепи, но мало кто разбирается, на что они действуют непосредственно. То МЦФА, жирные кислоты средней цепи, они обладают больше бактерицидностью, то есть они больше убивают бактерии в сравнении с кислотами короткой цепи, такие как муравьиная, пропионовая, уксусная, молочная и так далее. То есть кислоты короткой цепи просто останавливают их деление, либо же блокируют передвижение, жгутики и так далее. А жирные кислоты средней цепи непосредственно убивают. Вот. И также есть еще бутерат, то есть масляная кислота, она уже как бы относится вроде бы к короткой цепи, но уже обладает свойствами жирных кислот. Она немножечко по-другому действует на организм, на коле, на сальмонеллу. Вот также у нее есть действие, свое описано и на кластридию, на гран-плюс бактерию. То масляная кислота непосредственно, она снижает ген гирулентности. Также было доказано, что жирные кислоты средней цепи и пропионат также уменьшают способность сальмонеллы проникать через клетки. Разберем это более подробно и более понятно. Сам механизм этого, чуть дальше. Раньше все представители, все те, кто продают кислоты, подписчики и так далее, подобных продуктов, все опирались на учения, которые были, как видите, с 1987 года о том, что кислоты, проникая внутрь бактерий, ее закисляют, эти кислоты начинают коагулировать белки, и, грубо говоря, бактерия сгорает изнутри. Но потом стал вопрос, почему же некоторые бактерии более чувствительны к этим кислотам, другие же бактерии менее чувствительны к этим кислотам. Разберем. Значит, если мы возьмем, к примеру, бактерию тематически, то мы видим, что жирные кислоты и другие кислоты короткой цепи проникают через оболочку, действительно закисляют, отделяют свои ионы водорода, и что происходит дальше. У каждой бактерии, как и у любого другого живого организма, есть органы выделения, так называемые ионные насосы, которые откачивают эти ионы водорода наружу, ну, как бы защитный механизм. И от того уже, насколько бактерия имеет, какое количество имеет этих ионных насосов, от этого зависит быстрее, либо же медленнее, эта бактерия будет избавляться от этих лишних ионов водорода. Следующее, что еще хотелось бы акцентировать внимание, это разница грамм-плюс и грамм-минус бактерий. Грамм-минус бактерий, такие как поли, как сальмонелла, они не имеют на своей поверхности липидного слоя, жирового. То есть здесь представлен сейчас у вас на экране схематически оболочка грамм-плюс бактерий. И вот эти вот верхние желтые шарики, это, грубо говоря, жир, который укрывает грамм-плюс бактерию. Грамм-минус этого же нет. Соответственно, простым языком, жир в воде не растворяет, либо же вода в жире, то кислоты короткой цепи, они водорастворимы, а жирные кислоты, они жирорастворимы. Вот на этом и основано действие. Значит, кислоты короткой цепи теоретически могут проходить через оболочку грамм-минус бактерий, но для этого им необходимо затратить еще ряд, там, очень много самой кислоты на коагуляцию, там, фортальных белков и так далее, для того, чтобы проникнуть через грамм-плюс бактерию, через оболочку грамм-плюс бактерии. Короткая цепь в априори пройти не может, потому что бактерия укрыта ретидным слоем. Но жирные кислоты спокойно растворяются, жир в жире растворяется, они растворяются, проходят внутрь бактерии, и там уже начинают десуствия. Что такое вот эти вот звезды-дочках Т? Вот это Т, вот эти вот Т, это Тимол. Тимол это своего рода фитобиотик, предшественник ментола. Я всегда привожу пример о том, что каждый человек ежедневно, наверное, имеет контакт с Тимолом, либо же с ментолом. Как это происходит? Значит, зубная паста, которая имеет антибактериальный какой-то свой эффект. Следовательно, имеет мятный аромат, вот как раз-таки вот этот вот мята, этот ментол, и он проявляет эту антибактериальную печь. Стерилиум для рук, не спиртовой, то же самое. И так далее, там ополаскиватель для рта. Все это проявление антибактериального эффекта без спирта за счет Тимола, либо же ментола. Он коагулирует белки. Самое важное, что слева от паста, вы видите такую, грубо говоря, закорлючку, это непосредственно тематически показан ионный насос. То есть Тимол блокирует работу ионного насоса. И таким образом бактерия не может откачивать ионы водорода, которые накапливаются внутри бактерий. Следовательно, продукты, имеющие в своем составе, по кроме кислот, еще продукт Тимол, гораздо быстрее накапливают ионы водорода внутри бактерии и вбивают бактерию гораздо быстрее. То есть для того, чтобы убить бактерию, необходимо затратить меньше действующего вещества. Длинная и короткая цепь, опять же, мы возвращаемся к этому вопросу, что МЦФА, жирные кислоты, проявляют бактерицидность, короткая цепь больше проявляет, работает как бактериостатик. Каприловые, капроновые кислоты, они, в свою очередь, имеют очень сильно выраженный негативный эффект на сальмонеллу. Гены вирулентности. Здесь глубоко копать не будем. Скажу то, что все вы слышите более вирулентный, либо менее вирулентный штамм капал, в основном там говорят, врачи приходят и говорят, ой, у нас зашла к поле или сальмонелла высоковирулентная, либо она там имеет низкую вирулентность, мы спокойно с ней справимся. Что же такое эта вирулентность и как на нее влиять? Представим себе клетку, слизистая оболочка кишечника и действие непосредственно самой этой вирулентности. Значит, если представим, сальмонелла, которая подходит к этой клетке, колонизируется и уже начинает вырабатывать определенные продукты. То есть этот ген вирулентности, он позволяет самой бактерии вырабатывать определенные вещества, которые перерождают оболочку самой клетки в слизистой оболочке, то есть ее делают полеотонку, рыхлую, и бактерия может пройти через эту клетку. Таким образом колонизироваться внутри самой слизистой оболочки и таким же самым образом пройти дальше и попасть уже в травяное русское, где в будущем будет разноситься в организм. То есть эта способность бактерий проникать через слизистую оболочку обусловлена непосредственно в первую точку геном вирулентности. Их около 24, и главный геном вирулентности – это SPI 1. Вот. Тут тоже показано схематизм. Здесь показано более уже укрупненно этот же самый механизм проникновения бактерий через слизистую оболочку и как оно разносится по организмам. В дальнейшем это направится в первую часть печени, потом веленка, воприлотно-петербург. Хорошо. Сейчас слышно? Хорошо? Вот. Отлично. Так, да, следующим слайдом хотелось бы поделиться с вами работой ученого Филиппа Ван Имерселя. Возможно, некоторые с вас знакомы с ним. То есть, суть опыта была следующая. Брали цыплят, специально их заражали сальмонеллой и пускали в общий птичник. И потом смотрели, насколько данная сальмонелла будет распространяться среди здоровых цыплят, которые там находили. При этом всем скармливали комбикорма с разными кислотами. Здесь мы видим муравьиную, уксусную, пропионовую и масляную кислоту. И также была контрольная группа. И потом брали уже, смотрели по выделению данной сальмонеллы цыплятами, которые были не заражены, те, которые сидели уже в птичнике, то есть специально заражены не были, но передалось им или не передалось. И таким образом мы можем посмотреть, что вот если мы возьмем 5, 6, 5, 7, это максимальные 3 уровня заражения, то масляная кислота и, наверное, пропионовые кислоты в сравнении с другими кислотами сработали наилучше. Но Филиппу Ивану Мерселю стало интересно дальше разобраться. То есть то, что выделяется, это хорошо, но она же может быть и транзитной. А заражает ли это сальмонелла непосредственно организм? Проникает ли она через слизистую оболочку? Колонизируется ли она внутри организма? И таким образом начали проверять дальше. И начали исследовать ливер, печень и селезенку. И здесь тоже подтвердилось, что пропионовые и масляные кислоты, присутствуют постоянно в комбикорме у птицы, и в этом птичнике присутствуют так называемые агенты, которые были заражены сальмонеллой, то птица здоровая, которая ходила бок о бок с этими зараженными цыплятами, она не заразилась сальмонеллой, то есть печень и селезенка, они оставались чистыми. То есть сальмонелла, которая даже если она и заходила, то она, эта бактерия, была не способна проникать через слизистую оболочку и колонизироваться уже в печени, в селезенке, соответственно, и в мышцах и так далее. То есть этот опыт как раз показывает то, что именно пропионовые и масляные кислоты, постоянно их присутствие в форме, позволяет снизить этот сам генгерулент, и не дать этой бактерии проходить через слизистую оболочку и заражать. Здесь тоже показано, это как бы бройлерное поголовье, когда идет пик заражения, 630 грамм на тонну готового корма чистой масляной кислоты присутствовало, и это показало то, что наверное, на 50% зараженность 5-20 дней наше предложение, которое мы всегда делаем, это продукты компании Novart, линейка продуктов Navirat, Fumante, Avion и Navibug. Если мы возьмем по бройлерам и спросят, что же лучше давать, то, могу сказать, что мы всегда рекомендуем сначала до самого запоя применять продукт-формат сухон-мини на Компифформ возит по килограмм и ручин, то есть это хорошо, подождем, сейчас слышно, нормально, вот, интернет догнал, отлично, вот, и, значит, где-то там вот до 18-го дня жизни самого бройлера, это идет старт, здесь у нас идет все возможные вакцинации, здесь мы рекомендуем использовать продукт люманца, потом уже, ну, и выпайка, само собой, разумеется, это подкисление. Следующая программа также есть у нас, то есть некоторые считают таким образом, что до 21-го дня жизни бройлер съедает 1 килограмм корма и мы должны получить 1 килограмм живого веса цыпленка, то есть здесь, как бы, не так много съедается корма, но самое выгодное, вот, здесь идет развитие в этот период и развитие иммунитета, иммунизации и так далее. Эти дни ежедневно стрессируют птицу вакцинациями, выпайками и всяким таким. Это все приводит к тому, что кокцидия начинает поднимать голову и вот предела где-то у некоторых там с 18-го дня уже пик, ну, в основном это уже как бы запущенная стадия, в основном это 22-25-й день мы наблюдаем вопросы по кокцидиозу. Что касается коли, сальмонеллы и кластридии, то эти бактерии преследуют цыпленка, начиная от, наверное, инкубатора и заканчивая уже забоем. Что мы рекомендуем, исходя из этого? первый рецепт и второй рецепт люманса. Также можно добавить навират, он как бы усиливает непосредственно действие на кишечник в рецепте 0.11 и также потом снижая люманса увеличиваем дозу навирата до самого забоя. Формат тоже важен, но здесь опять же у кого какое производство, кто с чем работает. Вообще-то минимальная доза формата теоретически полкилограмма должно быть достаточно для того, чтобы просонировать сам комбикорм. Но мы все понимаем о том, что есть человеческий фактор, о том, что в любом случае есть риск того, что бактерии могут быть в комбикорме занесены потом через машину, через бункер перед птичником, через грязную линию кормораздачи и так далее. Тогда мы говорим о том, что, ребята, увы, дозу увеличиваем до 2 килограмм. Ну и продукт ScentP это цорбент, гепатопротектор, антиоксидант, симулятор работы почек, желчегонное, все в одном. Его доза минимальная 0,5 килограмм на тонну готового корма. Если есть вопросы с микотоксинами, с плохой подготовкой зерна на хранение, тогда доза увеличивается. По опыту могу сказать, что максимально, что я применял на фабриках, это 2 килограмма на тонну готового корма. И то это было разово и недлительный период. Вопрос в следующем. Теперь, какие кислоты все же, опять же, кислота кислоте рознь. И многие говорят, вот мы сейчас поставим на выпойку подкисление и закислим, снизим PH и будем воздействовать через воду на бактерии, которые находятся в самом кишечнике. После этого я всегда улыбаюсь и говорю, ребята, как вам удалось обмануть природу и обойти барьер, который природа создала. Если мой курсор сейчас видно, то в 12-перстную кишку открывается проток желчи и поджелудочной железы. Эти соки поджелудочной железы и желчи они вместе гасят все кислоты, которые приходят из желудка. Соответственно, никакая кислота в активной форме пройти через этот барьер она не сможет. Пока она будет не загашена, оно не пройдет дальше. Оно будет стоять в желудке, будет стоять в 12-перстной кишке, пока PH не упадет. Потому как если вы снизите PH до уровня, при котором бактерии перестают делиться и размножаться, а это 4-5 PH и меньше, то в кишечнике ряд бактерий также перестанут жить и размножаться. При этом всем, если мы возьмем примерно липазу, это фермент, который участвует в расщеплении жира. он активен только в нейтральной и щелочной среде. Следовательно, как будет происходить процесс пищеварения дальше, если вы там закислите. Природа об этом подумала и сделала такой барьер, через который никаким жидким подкислителем вы не закислите и никак не подействуете на те бактерии, которые находятся в кишечнике. Если у вас начинается какая-то проблема с бактериалкой, то она непосредственно локализуется в тонком отделе кишечника, изредка в толстом отделе кишечника. Соответственно, подкисление воды никак напрямую не сможет подействовать антибактериально на бактерии, которые живут, колонизируются, развиваются и вызывают проблемы в самом кишечнике. Вот это примерно то, что я сейчас вам рассказал. Оно показано схематически. Могу сказать, что подействовать, затянуть кислоты в кишечник можно только с помощью либо же какой-то буференизации, либо укрытия их липидным слоем. Дело в том, что жир в желудке не расщепляет. Если мы возьмем какую-то кислоту и ее поместим в жирную оболочку, тогда такой продукт транзитом пройдет через желудок, пройдет 12-перстную кишку, и когда PH в кишечнике уже будет приближено к нейтральной либо слабо щелочной, липаза начнет разъедать, грубо говоря, расщеплять этот жир, оболочку жировую, и откроются тогда уже те кислоты, которые нам необходимы для того, чтобы бороться с бактериями. Опять же, количество кислот, которые туда попадут, не должно мешать развитию лакта, бифида и другим нормальным бактериям, а должны действовать только на условно патогенные либо патогенные бактерии. При этом муравьиная кислота, которая может быть также занесена подобным образом в кишечник, она является как бактериостатик, но никак не бактерицит для примерно сальмонеллы и коли. И только условия станут хорошими, опять же, PH изменится, они опять становятся активными. Кислота в кишечнике, есть ее туда затягивать, а также и пензойная кислота вызывают своего рода легкий дисбактериоз, а также вызывают воспаление клоаке и проблемы непосредственно потом еще с грибковой инфекцией. Потому как убирают бактерии, она, когда убирают бактерии, становится больше свободы для кандиды и других грибков. продукт. Дело в том, что мне сказали, что многие из вас не могут использовать продукты, о которых только что поговорили, через корма. Есть возможность работать только через воду. Что же в таком случае делать? Разберем. Здесь показана нижняя шкала это несушка, нижняя шкала это дни жизни, боковая шкала это падеж птицы в количестве. И мы видим вот примерно 149 день у нас увеличение падежа. Следующим слайдом, пожалуйста, другой птичник 128 день преподает увеличение, то есть скачок по падежу. Другой птичник тоже опытов было проведено очень много по 137 день. О чем это говорит? Это говорит о том, что как раз в этом возрасте у несушки это примерно где-то там 20% продуктивности у птицы и это самый критический наверное период для птицы относительно бактерий поли и сальмонеллы. то есть в этом периоде птица начинает дохнуть непосредственно от бактерий. Вот буквально свежие опыты вы видите внизу даты которые были. Мы видим увеличение падежа птицы, возраст птицы этот участок графика это 377 по 404 день жизни несушки. Несушка белая теоретически должна быть более устойчива к заболеваниям бактериального характера кишечных форм. Но при этом всем тоже им подвержено. то мы видим увеличение падежа начинаем работать формами liquid то есть L это жидкие формы и применяем вначале Navibag это жидкий подкислитель потом смешиваем в одной канистре через некоторое время люманца с эсцентом мы видим что при применении Navibag у нас идет снижение падежа потом подумали все хорошо снижение пошло начинаем убирать опять начинаются какие-то качели начинает опять проблемы на птичнике птица неспокойная начинается увеличение падежа врач принимает решение что все же идем дальше применяем люманца с эсцентом смешиваем в одной канистре ставим надо затрон и применяем три дня выпайки три дня выпайки пошло видим идет улучшение но дабы не повторить ошибки не наступить опять же на те же грабли мы решаем закрепить эту картину применяем продукт формат жидком виде перед выпайкой мы наблюдаем после формата легкая вначале увеличение потом что там подождать да это байгинат виталий вы знаете я хотела бы попросить у вас есть более знаете такая информация как вам сказать чтобы было интересно как ну как бы вам правильно объяснить для фермеров как бы вот то что вы говорите понятно просто уже половина шестого уже все как бы что-то более знаете может вопрос вам задали или вот все что говорите это все хорошо а вот как бы вам объяснить что-нибудь такое можно они вопросы вам зададут вот тема это такая что без антибиотиков как выращивать как все это правильно делать да ну вот понимаете а это будет следующим это будет следующими слайдами как это сделать давайте я быстренько тогда проскочу Виталий я очень изменяюсь но здесь не я ружу мне попросили да конечно вот значит для того чтобы выращивать без антибиотиков в первую очередь вы должны понимать когда применять какие продукты в любом случае это должно быть применение продуктов в кризисные периоды то есть это смена корма это вакцинация выборка или перевозка то есть выборка это на бролерах перевозка птицы это если не сушка по индюкам у нас тоже есть опыт мне сказали что есть у вас и представители индюшинных ферм по индюкам скажу сразу же применяется у нас уже третий тур идет выращивание полностью с первого дня без антибиотиков они применяют два продукта это жидкие формы люманс с эсцентом вакцинации три дня после вакцинации птицы вот также когда есть у вас вопросы с мекотоксинами тогда на постоянке применяется и при кокцидиозе обязательно после кокцидиоза после пикококцидиоза обязательно нужно применить продукт такой как люманс жидкий для того чтобы восстановить слизистую оболочку которая была поражена тогда вы не дадите развитию вторичной болезни теперь когда происходит непосредственно заражение птицы сейчас я переведу непосредственно уже на себя меня видно надеюсь меня видно да да так теперь хотелось бы сказать когда непосредственно происходит у нас заражение самой птицы если это не сушка то давайте так сделаем так будет видно да возьму другой маркер то есть это рождение да это разнос 60 дней это разнос заражение птицы в основном происходит в этом периоде до до 60-го дня жизни объясню почему дело в том что в данном периоде жизни у птицы идет активно иммунизация то есть вы меняете часто комбикорма здесь у вас идет протеин примерно если это берем по несушке 17-16-15 в разных периодах до разноса потом 9-16 рецепт более легкий начинается и вот до 60-го дня жизни идет непосредственно заражение птицы самой бактерией потому что здесь идет стресс через кишечник проникает бактерия и начинает колонизироваться вы переходите на рецепт 9-16 этот рецепт очень легкий там протеина 13% или там 14% в зависимости от того кто как выращивает кальция практически нету это легкий рецепт который не дает особой нагрузки на кишечник на организм самой птицы следовательно нет дополнительного стресса на организм животного и бактерии в таком случае не начинают проявлять именно болезни то есть все происходит в сглаженной форме организм способен бороться но только вы перевозите птицу начинаете ее стимулировать светом начинаете увеличивать кальций протеин и так далее здесь идет стресс и на фоне этого стресса вся та бактериалка которая была накоплена до 60 дня жизни она начинает уже проявляться и таким образом мы говорим о том что для того чтобы выращивать без антибиотиков и вам не пришлось применять на несушке антибиотик на период разноса из периода с 20 до 50 процентов продуктивности мы рекомендуем применять на данном периоде до разноса где птица съедает очень мало корма и она выпивает очень мало воды применять комплекс продуктов а именно люманцы жидкие это эсцент жидкие это формат жидкие витамины и так далее вот эти продукты вам необходимо применять постоянно кроме тех дней которые идет у вас вакцинация либо какие-то другие мероприятия через воду вы должны это все давать таким образом придя на разнос птица она будет не заражена и разнос пройдет легко этот разнос не будет сопровождаться увеличением бактериальных заболеваний также на разносе обязательно применение подкисления для того чтобы снизить буферность форма и снизить и увеличить непосредственно ионизацию кальция для того чтобы кальций был доступен вот и таким образом вы можете закрыть этот вопрос касательно бролеров теперь как быть с бролерами здесь через выпойку могу сказать сразу же что выращивание бролера без антибиотика только через выпойку у вас не получится потому как до 18 дня жизни у вас практически ежедневно в программе стоит подкисление воды вакцинации и так далее и тому подобное то есть в любом случае применение через корм оно неизбежно в таком случае через корма мы применяем и сорбенты и продукты которые такие как навират это масляная кислота которая защищенная либо липидной оболочкой либо же в составе самого жира в виде монодиетриэстеров также применение фитобиотиков стимуляторов иммунитета и так далее таким образом вы сможете спокойно пройти пик там 25 дней и потом следующий пик у вас пойдет это при выборке птицы это вы ее стрессанете и здесь на хоне стресса тоже начнутся проблемы здесь мы рекомендуем подкисление воды применение продукта афлурин не знаю он у вас зарегистрирован или нет это продукт от респираторных заболеваний на основе эфирных масел для того чтобы когда идет выборка птицы поднимается пыль подстилки подстилки очень много бактерий всяких грибков птица вдыхает начинается вопрос с респираторными заболеваниями и так же у нас есть хорошая практика выпайки птицы последние 5 дней перед забоем продуктом формат жидкий для чего для того чтобы продезинфицировать полностью зоб и когда на забое вы птичку переворачиваете идет так сказать обезглавливание и птица таким образом не обезменяется всей тушке то есть полностью да да выращивание птицы без антибиотиков возможно с помощью если это не сушка это через выпайку если это бролеры это только с использованием продуктов формат на вебак на вебак на вебак на вебак через кармак и вебирно только работаем через вы на вебак для того чтобы активировали эксперимент этот белок не поближе хорошо значит подкислением через воду в критические периоды на смену корма и так далее на увеличение на те корма которые увеличивают непосредственно дозу протеина и кальция что оно вам даст оно вам даст только то что вы сможете больше лучше подготовить непосредственно сам протеин и он будет лучше расщепляться соответственно уже в кишечнике и не будет являться питательной средой для клостридии для коле соответственно не стимулировать их к развитию также хочу поделиться нашей наработкой это когда лучше применять на несушке подкисление когда лучше применить витамины значит первую половину суток мы применяем подкисление воды на период продуктивности во вторую половину суток мы применяем витамины Е-псилен либо же АД3Е почему именно так значит кальций и протеин которые птица в основном потребляет корм первую половину дня вот вечером и ночью она практически не ест следовательно мы первую половину дня улучшаем усвоение протеина и усиливаем ионизацию кальция мы знаем что у птицы у несушки должен быть ночной кальций то есть крупная фракция кальция которая должна плавно рассасывать если вы будете подкислять воду во второй половине дня и ночью то это приведет к тому что кальций будет быстро и они быстро будут рассасываться и следовательно уже он не будет идти так на формирование скорлупы вот и мы решили что применение подписителя должно быть только в первую половину суток а во вторую половину суток мы даем витамины АД3Е либо же Е плюс селен когда какой давать опять же АД3Е мы даем если особо проблем никаких нет витамин Д нам необходим также для того чтобы кальций был усвоен а Е плюс селен нам необходим как антиоксидант то есть после какого-то заболевания витамин Е и селен являются антиоксидантом соответственно органы и клетки которые были поражены после какого-либо заболевания то ли это вирусное или бактериальное без разницы и селен позволяют локализовать этот процесс и не дать распространению растушения органам дальше и стимулирует соответственно продуктивность я заканчиваю если есть вопросы пожалуйста коллеги есть вопросы к Виталию бройлер готов просто он может слышать только через компьютер поэтому мне нужно ретранслировать ваш вопрос еще раз можно добавлять что Виталий вы говорили о том что можно добавлять кислоту только в воду что в корма нельзя что в корма добавлять а воду для бройлера в воду нельзя а если корма уже готовы к ним можно добавлять как их мешать смотрите если я говорю что нельзя применять формат жидкий для бройлеров это связано с тем что вы просто через воду особо не сможете влезть потому как там до 18 дня жизни очень плотная программа вакцинации и вы не сможете на вакцину одновременно дать формат жидкий то есть в дни вакцинации применение подписления либо же продукта формат оно просто физически невозможно соответственно в эти дни вы не можете применять продукт формат а в другие дни вы применять продукт формат можете опять же вы должны понимать что после вакцинации любой вакцинации птица начинает первые три дня она страдает ее идет образование иммунитета и она очень подвержена раз вторичных заболеваний формат он разрушает непосредственно оболочку бактерий и начинает выходить жетоксин что приведет к еще большему успеху я склонен к тому что продукт формат желательно применять первое обязательно последние пять дней жизни бролера и где-то вот двадцатого дня жизни когда нет сильной нагрузки а до двадцатого дня жизни я рекомендую принять такой продукт как навибак ликвид его и подкисляете и действуете на кишечник спасибо Виталий благодарим вас за эту трансляцию еще раз сожалеем что не смогли вас увидеть лично спасибо вам большое что присоединились к нам и смогли дать хотя бы частично тот материал который готовили для нас спасибо вам большое спасибо вам если что обращайтесь звоните спасибо всем удачи хорошего вам вечера отдохните как надо спасибо хорошо спасибо удачи